Уже в пятый раз курорт принимает летний фестиваль акваджаз и по традиции открывается он парадом. Принять участие в шествии в этом году московский джазовый оркестр и Игорь Бутман не смогли. В этот раз создавали праздник сочинские и ростовские коллективы биг бэнд. Иногда останавливаясь, джазмены словно по команде сменяли композицию, ведь характерными чертами музыкального языка джаза является импровизация. Колонны с саксофонами и трубами до зеленого театра сопровождали сочинцы и гости курорта. Уже пятый год мы приходим сюда специально, чтобы насладиться этой замечательной джазовой музыкой. Это очень замечательное событие в жизни города, когда все объединяются, все веселятся. Это самый первый город, который должен, особенно летом, принимать подобные мероприятия. Как раз сейчас жарко, воды нам не хватает, поэтому акваджаз – это самое то, что нужно от глоток свежего воздуха для Сочи. Тот самый глоток свежести сочинцы и гости курорта смогли ощутить во время первого концерта, который в рамках фестиваля традиционно проводится бесплатно. Выступление сочинских джазменов – своего рода разогрев для публики, жаждущий насладиться всем великолепием музыки в нью-орлеанском стиле, композициями американских дансингов и аранжировками современных авторов. Этот фестиваль, который на самом деле стал жемчужей нашего города, фестиваль, который ждут люди, людям нравится слушать классную джазовую музыку. Поэтому мы очень рады, что этот фестиваль проходит в нашем городе. В течение двух дней российские и зарубежные джаз-исполнители давали камерные концерты на сцене Зимнего театра. И завершающим аккордом фестиваля стал сегодняшний галоконцерт в фестивальном.